салам пополам земляне земляне с вагинами как вы видите по окружающему меня пейзажу в пензе сейчас зима и очень хочется к теплому морю а лучше к океану знаете я ведь не одинок своим стремление некто остап сулейман и брагим берта бария бендер бей тоже стремился к теплому океану в рио-де-жанейро рио-де-жанейро это хрустальная мечта моего детства не касайтесь ее своими лапами хорошо оси если ты настаиваешь я не буду трогать рио своими руками но все-таки мы могли бы получить при определенных раскладах в пензе свой кусочек рио-де-жанейро в октябре 2014 года после очередной планерки василий кузьмич бочкарёв заявил что он хочет поставить в пензе во-первых памятник лермонтову честь 200 лет его рождения а во-вторых памятник иисусу христа статуя иисусу христа памятник михаилу юрьевичу юрьевичу простите лермонтову планировалось разместить вот здесь вот ну где-то на этой площади как говорил василий кузьмич для того чтобы люди здесь встречались и читали стихи ну я не знаю что там или бородино или мцири кому что нравится а вот памятник товарищу иисусу хотели возвести вот здесь где-то на подъеме в сторону западной поляны но не просто так возвести а еще сделать лестницу и при том что если бы удалось реализовать его то наверное это выглядело бы вот так или например вот так при этом высота памятника составила бы целых 52 метра что на 14 метров выше чем в городе бога и и повыше чем в польше и португалии примерно аналогичные скульптуры кстати в отличие от вот этого спасского кафедрального собора который в то время также активно строился статуя иисуса который хотели воздвигнуть на западной поляне к ортодоксальному направлению христианство именуемое православием не имеет в общем то никакого отношения такие статы более характерны для католицизма и для протестантизма и мне сложно представить какую ему сумму обошлась постройка одновременно вот этого собора и статуи иисуса кстати к ней прилагалось не только сама статуи со смотровой площадкой но еще и скамейки и фонтаны для отдыха тех кто поднимается на нее снизу и я думаю что это все вылилось бы в очень в очень круглую сумму которая кстати частично покрывалась из бюджета возможно и началось бы параллельное строительство храма и статуи но через два месяца после заявленного василием кузьмичом случился очередной черный вторник и доллар вместе с ценами с радостным визгом устремились вверх а наши доходы но уже с таким же визгом но уже далеко не радостным стали двигаться в обратном направлении и поэтому столь грандиозный проект пришлось приостановить а через некоторое время на губернаторских амбициях бочкарева был поставлен крест он был освобожден от своей должности и отправился в совет федерации где пребывал до своей смерти а на место василия кузьмича пришел новый губернатор иван александрович белозерцев который уже не отличался столь дерзкими замыслами и он занялся более приземленными делами в результате мы получили отремонтированный сквер на улице славы площадь ленина и туда дальше за нее сквер пушкина мне кажется что вот эти вот проекты для горожан и для гостей города куда более значимы нежели строительство грандиозной статуи Иисуса Христа какой бы прекрасной она не была но объективности ради стоит заметить что и день обозведения скульптуры принадлежит совершенно не Василию Кузьмичу за 10 лет до этого руководитель союза пенсионеров России Пенской области Екатерина Баннова или Банова простите я не знаю как правильно ставится ударение озвучила эту идею задолго до знаменитой фразы знаете уважаемые коллеги мне больно сегодня об этом говорить но сказать я об этом обязан сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп ее поддержал епископ протестантской церкви живая вера Олег Серов и стал собирать подписи но видимо собирал очень долго и так и не смог собрать поэтому идея возведения скульптуры озвучилась только спустя 10 лет но идея со статуей не забыта в 2019 году в Самарской области во время празднования Дня города Зураб Церетели заметил что он извоял таки скульптуру Христа правда уже не таких размеров а 32 метровую и предложил как бы так невзначай ее самаре губернатор самарской области обещал подумать вот этого как раз и не хватало нашему славному гвардейскому экипаж в том же году губернатор приморского края господин кожемяка выступил с идеей воздвигнуть уже 68 что то ли метровый то ли 62 метровую статую Иисуса на крестовой сопке чтобы она так сказать осеняла крестным знамением суда которые выходят из Владивостокского порта и встречала гостей из-за рубежа правда я не могу понять как она будет осенять знамение потому что судя по фотографии а руки просто расставлены в стороны вот что крест животворящий делает ну видимо чудеса будут твориться и происходить дальше ну что касается пенинской области пенинская область все-таки получила статую товарища Иешуа из Назарета правда не столь таких больших размеров не циклопических далеко а всего-навсего 8 метров и поставили ее в поселке Сахзавод Бековского района и как говорят жители поселка они также теперь получили копию маленького чуда ну будем надеяться что у них все теперь хорошо ну а мы давайте с вами на этом распрощаемся берегите себя здоровья и помните что у меня всегда есть для вас что-то интересное и всеми чуть-чуть или сильно подзабытое до новых встреч друзья пока